В начале пандемии, когда ковид-19 только появился, дети им почти не болели. Но вскоре, по словам врачей, ситуация изменилась кардинально. С появлением новых штаммов инфекции, молодое поколение стало болеть все чаще. Сейчас самый сезон острых респираторных заболеваний. Среди детей на отсутствие запаха и вкуса могут пожаловаться в основном подростки. Малыши никогда не заявляют о потере вкуса и запаха напрямую. Иногда сами родители замечают, что у ребенка немного изменились вкусы, ухудшился аппетит. К тому же, потеря обоняния часто появляется не сразу, а уже после пика заболевания. Симптомы эти не специфические и невозможно по отдельным симптомам точно определить, ковид это или какие-то другие вирусные инфекции. Может быть насморк, заложенность носа, кашель сухой, чуть позже влажный. Обращать внимание нужно на те симптомы, которые могут привести в дальнейшем к резкому ухудшению состояния. Это касается не только ковида, а вообще любых инфекций у детей. Прежде всего, если ребенок очень вялый, если он не встает, лежит, несмотря на то, что температура невысокая, если он отказывается от еды и питья. При появлении первых признаков рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу и вызвать скорую помощь. Врач-педиатр рассмотрит ребенка и назначит ПЦР-тест. Лечение ковида у детей не отличается от лечения других ОРВИ. Терапия обычно направлена на облегчение симптомов болезни и предупреждение ее дальнейшего развития. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать очень простые правила. Во-первых, нужно сказать, что специфическая профилактика пока в нашей стране есть только для взрослых. У нас зарегистрированы вакцины для взрослых. Сейчас проходят клинические испытания и вакцины для детей. О чем нужно помнить? О мытье рук, часто мытье рук, особенно после посещения общественных мест. Нужно научить детей не трогать нос, не трогать рот, вообще лицо во время посещения общественных мест. Нужно помнить о том, что при чихании, при кашле прикрывать нужно нос и рот свой, при этом лучше использовать платочек. По общероссийской статистике, у половины из всех заболевших ковидом детей ярко выраженных признаков ковид-19 не было. Еще 39 были с умеренно тяжелой симптоматикой. У 6% больных детей болезнь имела тяжелый характер. Особенно опасным коронавирус является для детей первого года жизни, потому что иммунная система малышей, как известно, еще слаба. Поэтому, внимание и чуткость, главные помощники родителей при появлении первых тревожных симптомов. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».